приветствую всех сегодня снова с вами мастерская волшебные клубочки я вам хочу представить вторую часть нашего совместного мастер-класса это оплетение керамического кувшина который был изготовлен в первой части из глины в гончарной мастерской а сегодня мы его оплетем джутовыми нитями в технике узелкового макраме после изготовления наш кувшин прошел уже несколько этапов обработки это сушка обжиг в печи шлифовка полировка и был отглазирован внутри глазурью специальной чтобы в нем можно было хранить пищевые продукты такие как масло настойки различные жидкости напитки в нашей мастерской волшебные клубочки мы будем декорировать этот кувшин в технике плетения макраме с помощью джутовых нитей и так нам понадобится собственно сам кувшин джутовые нити которые мы нарежем по одному метру 12 кусочков конечно же ножницы и изделие у нас получится примерно вот такой вот этот кувшинчик уже был изготовлен ранее оплетен но он другой формы но оплетку мы будем делать в этой же технике и таким же способом наше плетение декоративной части изделия мы начинаем с навески 11 нитей на 12 закрепленную на планшете булавочками чтобы она не соскальзывала навес нитей мы делаем замочком назад каждую ниточку мы складываем пополам вот эту вот петелечку продеваем под низ закрепленные нити и вот в эту вот петельку вытаскиваем обе нити вот таким образом и затягиваем показываю еще раз продеваем под низ петлю наверх и в петлю вытаскиваем обе нити так навешиваем 10 нитей 11 будем закреплять уже на самом кувшине наше начало декора итак навесили наши нити 10 штук аккуратно снимаем крепление и самую последнюю ниточку одиннадцатую мы будем уже навешивать на сам кувшин то есть все вот эти 10 ниточек которые навесили вот так вот оплетаем перекрещиваем вот здесь вот и 11 ниточку мы одеваем вот на это перекрестие таким же способом как мы навешивали все 10 ниточек то есть из под низу в петельку вот так продеваем и в эту петельку две ниточки вытаскиваем и одновременно подтягиваем вот у нас закрепилась все ниточки по горлышку равномерно распределяем после того как мы навесили на горлышко кувшина все наши нити мы начинаем плетение первого элемента декора это будет горизонтальная брида по всей окружности горлышко как ее плести вам хорошо знакомо из предыдущих уроков где мы начинали плетение оплетку подставки или вазы за нить основу берем нить на которую мы крепили все остальные ниточки и все нити по очереди мы начинаем наплетать на нить основу репсовыми узелками то есть нить основу мы держим горизонтально а все последующие ниточки наплетаем двумя петельными узлами поочередно вот таким образом каждую ниточку наплетаем два раза вот для этого мы поднимаем ее наверх вот так вот и вот в эту петельку вытаскиваем кончик и подтягиваем на нить основу горизонтальную и еще раз точно так же каждую нить мы наплетаем двумя петельными узелками два петельных узла это один репсовый узелок и у нас получается вот начало такой горизонтальной бриды исполняем это движение по всему периметру горлышка первая брида по горлышку готова следующий элемент плетения это у нас вот такие вот полосочки вертикальные по горлышку кувшина они состоят из квадратных узлов 7 штук эти узелки мы уже проходили в предыдущих уроках и я подробно показывала как их плести то есть мы делим все наши ниточки по 4 штучки распределяем по всему периметру горлышка и у нас получает получится 6 элементов вот таких вот полосок но прежде чем начать их плести нам нужно взять дополнительные ниточки и подготовить для наших ручек кувшина здесь они будут у нас выходить прямо от горлышка в отличие вот от этого кувшинчика здесь они видите шли уже после второго элемента декора на нашем круглом кувшинчике мы сделаем их сверху и они примерно у нас будут вот сюда входить в эту часть узора вот сюда для этого на 4 ниточки мы берем дополнительно 2 по 60-70 сантиметров и складываем их пополам вот две ниточки у нас получаются две петельки центральные одну мы пропускаем под четырьмя нитями вторую петельку из-под низа вставляем в левую петельку и в нее продеваем два левых хвостика от предыдущей нити от левой и вот так вот затягиваем вот этими четырьмя ниточками мы будем плести ручку нашего кувшина с противоположной стороны нам нужно сделать то же самое пропустить вот здесь 8 ниток и на следующие 4 вот здесь наплести дополнительные ниточки для второй нашей ручки тоже так же две петельки берем пропускаем одну из-под низу и в нее продеваем две левые петельки вот получается вот такой вот под навес теперь вот эти вот ниточки которые у нас предназначены для плетения ручек мы пока уберем спрячем их мы будем плести отдельно после завершения вертикальных элементов плетения все откинули в сторону начинаем плетение вертикальных элементов цепочку из квадратных узлов две нити у нас будут центральными а двумя нити мы делаем поочередно левый петельный узел правую нить поверх левой под нити основания и из-под низу в левую петлю затягиваем затягиваем потуже чтобы элементы декора у нас закрепились на горлышке делаем аналогичное движение с правой стороны правую петлю поверх двух нитей основания левую на правую под две нити основания и из-под низу в правую петлю и затягиваем первый квадратный узел элемента готов делаем таких 7 узлов вертикальные элементы из змей квадратных узлов готовы по всему периметру горлышко нашего кувшина чтобы сделать соединительный декор последующий нам понадобится разделить ниточки 4 одного элемента на две части и мы будем плести шнурочек из двух ниточек то есть из каждого элемента у нас будет выходить по два шнурочка которые нужно сплести из 8 узлов петельных поочередно правых и левых и соединить их вот так вот потом в шахматном порядке начнем плести с правого узла на левую нить мы наплетаем правый петельный узел верхняя петля и ниточку из-под низу в петлю затягиваем на левой нити основания правую петлю теперь меняем местами нитью основы будет правая нить а наплетаем на нее левый петельный узел сверху и в петельку вытаскиваем ниточку и наплетаем левый узел на правую нить основы и поочередно так восемь раз два мы уже сплели третий узел правый петельный на левой нити четвертый узел левый петельный на правой нити правый узел пятый левый шестой седьмой и восьмой опять левый вот такая вот у нас получилась декоративная веревочка две нити из последующего элемента берем и начинаем плести с левого узла опять восемь первый левый второй правый петельный узел снова левый на правой нитке затягивается снова правый на левой нити затягивается и так поочередно восемь штук шесть семь восемь теперь вот эти вот две ниточки центральные мы соединяем в один элемент левая нить под низом ее наплетаем на правую нить основы обычным репсовым узелком один два все первый элемент у нас сплетен вот два элемента горлышко у нас соединились вот такими вот декоративными бридами шнурочками узелковыми сделаем так по всему периметру горлышко соединили наши декоративные элементы по всему периметру вот в такие вот треугольнички продолжаем продолжаем в шахматном порядке плести на двух ниточек ниточках опять точно так же соединяя элементы вот так вот потом в шахматном порядке и плетем теперь не восемь узелочков каждую веревочку а десять узелочков так как наш кувшинчик расширяется в диаметре и нам нужны будут веревочки соединительные уже немножко подлиннее начинаем правый петельный левый петельный правый петельный левый петельный и так десять штук и десять из двух других ниточек последующих по десять узелочков с каждой стороны сплетены теперь соединяем их двумя веревочками обычным репсовым узелочком левым затягиваем потуже здесь чтобы расстояние не было вот элемент сделан один по всему периметру нашего кувшина делаем таких же восемь элементов после соединения элементов из двенадцати узлов по всему периметру у нас вот уже начал формироваться вот такой вот рисунок оплетки нашего графина теперь находим ниточки которые мы подвешивали на горлышке для ручек дополнительные вот эти вот с одной стороны и с другой стороны и освобождаем их для плетения мы будем плести ручки нашего графина которые соединятся вот сюда вот в уголочек нашего декоративного элемента ручки у нас будут выглядеть вот таким образом с одной стороны берем и две нити с другой стороны берем с каждой стороны наплетаем десять узелочков поочередно правый и левый петельный как мы плели вот эти вот декоративные элементы начинаем плести правый петельный левый петельный пятый правый шестой левый 10 узелочков сплели 10 плетем с другой стороны начиная с левого 15 21 21 22 23 23 24 24 25 10 теперь вот померяем примерим как она будет выглядеть вот мне кажется что вот эта петелька еще маловато значит нужно не по 10 еще добавить по паре узелочков с каждой стороны то есть их будет 12 здесь два узелочка здесь два узелочка добавим вот теперь они соединятся в такой вот ровненький треугольничек и саму ручку мы будем плести как как вот элементами вертикальными на горлышке то есть цепочкой из квадратных плоских узлов две ниточки у нас будут нитями основания а боковыми нитками мы поочередно наплетаем левый петельный узел затягиваем и правый петельный узел точно так же как вертикальных элементах изделия попробуем наплести сначала 10 узлов и посмотрим длину повторяем левый петельный правый петельный таких узлов повторяю 10 штук ну вот по факту плетения 10 узлов конечно оказалось мало это мы уже смотрим примеряя ручку вот краю декоративной нашей части нужно чтобы верхние были горизонтально вот эти вот линии и ручка доставала до нижней части декоративного треугольника у меня получилось 18 квадратных узлов в ручки теперь нам нужно ее закрепить и мы это делаем следующим образом вот эти вот две части две ниточки центральных которые были основами мы пропускаем в этот треугольничек на который мы будем крепить вот таким образом и две нити левые и правые мы наплетаем опять петельными узлами левым и правым только на всех вот этих вот ниточках которые исходят и от декоративного элемента и от самой ручки левый кладем поверх всех веревочек правая поверх левой под низ всех нитей основания и выводим из-под низу в левую петлю и затягиваем вот таким образом мы крепим нашу ручку и делаем такой же узелок правый правую петлю поверх всех нитей основания левую поверх правой под низ всех нитей и выводим в правую петлю из-под низу и затягиваем крепеж нашей ручки готов вот такая у нас ручка у кувшина будет с другой стороны мы делаем все аналогично то есть вот из этих четырех нитей по две с каждой стороны мы будем плести шнурочки поочередно левыми и правыми петельными узлами по 12 штук и соединять их в змейку из квадратных узлов 18 штук и крепить за нижний край элемента наши ручки прикреплены присоединены к нижней части декора вот получились вот такие вот теперь сплетем еще по одному ромбику внизу соединяя вот так вот по две ниточки наплетаем на нитках по 10 узелков левый и правый петельный поочередно то есть делаем еще ряд ромбиков вот таких вот формируем вот таких вот ромбов по всему периметру кувшина нашего вот мы сплели последние ромбовидные элементы нашей оплетки подтягиваем вниз вот так все ниточки натягиваем по периметру нашего кувшинчика чтобы оплетка плотно легла на него и вот эти все нижние ниточки нам нужно соединить в квадратные узелки опять же вертикальными вот такими элементами как сверху но на нижних углах декора у нас будет по три квадратных узла а в местах где прикрепляется ручка к декоративной части в два раза больше то есть шесть квадратных узлов и того под каждой ручкой у нас будет на ниточках по шесть квадратных узлов и с каждой стороны кувшина по три элемента из трех квадратных узлов и так начинаем плести положим кувшин на бок чтобы было удобнее и проплетаем обычные наши квадратные узелочки которых мы уже сплели много много на этом изделии левую петлю правую петлю левую правую поочередно проплетаем по всему периметру нашего кувшина вот такие элементы 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 по периметру из квадратных узлов готовы подтягиваем всю оплетку вниз и чтобы завершить наше изделие нам нужно оформить край то есть низ донышко нашего кувшина завершающий горизонтальной бридой для этого мы выбираем одну ниточку по длине и которая осталась она у нас будет ложиться горизонтально параллельно донышку нашего кувшина и на нее мы будем наплетать все ниточки поочередно выходящие из последних элементов квадратных узлов берем ниточку основания держим правой рукой и все поочередно наплетаем обычными петельными узелками по две штуки на нее первый узелок второй узелок оставляем из следующего элемента берем узелок и наплетаем его не близко к предыдущему а на расстоянии чтобы у нас вот эти элементы были параллельно друг другу то есть наплетем его где-то вот на таком вот расстоянии сантиметра тут уже ориентируйтесь по ширине вашего изделия вашего кувшина вторую ниточку вот наплели отрегулировали ширину последующие ниточки наплетаем близко опять по два петельных узла каждую последующую ниточку плетем по два узла так вот у нас сплели один элемент нашего декора регулируем опять ширину следующий элемент опять оставляем здесь сантиметр и наплетаем узелочек подальше фиксируем подтягиваем вот так за нижнюю ниточку чтобы зафиксировать очень слабо тоже плести не нужно нам нужно чтобы вот эти все элементы декора туго соединились в донышке чтобы потом беря взяв кувшин за ручки у нас это оплетка не поехала наверх то есть вот это вот последняя брида у нас будет фиксирующая так что старайтесь плести потуже и так мы проплетаем все элементы нашего декора все ниточки наплетаем вот в такие бриды по всему периметру донышка нитью основания мы затянули все наши декоративные элементы по донышку кувшина вот они плотно у нас вот так вот встали и теперь нам нужно сделать завершающую декоративную бреду чтобы убрать все вот эти вот лишние кончики этот прием называется чистый край нить основания у нас остается прежняя на нее будут наплетаться все нитки поочередно и отрезаться лишнее то есть вот берем нить основания первую нашу ниточку наплетаем как обычно двумя узелочками на нее двумя петельными узелочками на ниточку основания наплели и взяли эту ниточку рядом с нитью основания то есть следующая нить у нас будет наплетаться на две нити которые будут основанием наплетаем следующая нить она у нас вот тут вот коротенькая такая оказалась мы ее наплетем на две ниточки такими же петельными узелками подвигая их как можно вот тут ближе друг к другу наплели предыдущую ниточку которую мы взяли к нити основания теперь нам нужно аккуратно отрезать она нам больше не понадобится а нитка которая у нас наплеталась теперь присоединяется к нити основания берем следующую нить нижнюю и наплетаем снова на две нити основания то есть основанием у нас будут всегда теперь две нити на них мы наплетаем по два узелочка как только наплели предыдущую ниточку мы отрезаем а ту которую наплетали присоединяем к нити основания следующую ниточку берем нижнюю опять наплетаем на две ниточки основания стараемся под квадратными узлами вот здесь вот в декоративной части делать потуже заплели нижнюю ниточку отрезали у нас опять две ниточки основания ведем их к следующему декоративному элементу и проделываем все то же самое наплели два узелочка одну ниточку мы отрезаем подбираем к нити основания предыдущую и нижние наплетаем опять два узла на двух основных нитях основы и так продолжаем делать по всему донышку пока у нас не завершится узор на чистовую по донышку нашего изделия у нас образовалась вот такая вот завершающая брида без кончиков две последние ниточки завязанные в узелочек мы тоже аккуратно отрезаем где-то на сантиметр полтора и мы их аккуратно спрячем вот так вот под низ нашей оплетки если вы изделие планируете использовать очень активно то есть действительно по назначению они как декоративный элемент интерьера то рекомендую низ изделия обработать клеем моментом кристалл либо пва клеем чтобы зафиксировать все вот эти вот ниточки наши которые у нас мало ли остались торчать здесь спрятанные ниточки вот у нас получился вот такой вот оплетенный кувшин с двумя ручками в котором можно хранить масло настойки лекарственные напитки если у вас возникли какие-то вопросы то задавайте их пожалуйста в комментариях к этому видео я с удовольствием отвечу либо в сообщениях группы спасибо большое за внимание и до свидания с утром в последнем на о